Всем большой-большой привет! Спасибо, что зашли на мой канал. Меня не было очень долго, потому что начался свадебный сезон, я делаю большое количество тортов. Плюс у нас начался практически дачный сезон, и не забываем о том, что у меня маленький ребенок, которому полгода. В общем, это все занимает очень много сил и времени, поэтому на закупки, на съемку закупок времени практически не оставалось. Сегодня выходной, вечер, и мы сделали такую закупку. Не скажу, что на неделю, что-то у нас есть из продуктов, как обычно, что-то осталось, а что-то захотелось и купили сегодня. Начну по традиции с фруктов. Очень захотелось мне сделать фруктовый салат. У меня еще лежат в холодильнике яблочки и груши, китайские, по-моему, и я докупила какие-то фрукты и овощи. Из овощей взяла вот такую молоденькую капусту. Хочу на днях еще приготовить рагу. Стоит она у нас 56 рублей за килограмм. Не дешево, конечно, но зато молоденькая, свежая. Вышла на 56 рублей, практически килограмм. Купила молодой вот такой лучок. 45 рублей за килограмм. Здесь у меня на 50 рублей. Также купила, очень захотелось в рагу мне добавить баклажан. Соскучилась за зиму. Стоит, конечно, нереальных денег. 369 рублей за килограмм. Здесь два баклажана. Вышли они у меня на 160 рублей. У меня еще также в морозилке есть свой перчик, кабачок и всякие разные горошки, свеколки, которые пойдут в рагу. А эти овощи я купила в дополнение, поэтому решила, ну ладно, 150 рублей потрачу на целое блюдо. Ничего страшного, я же сэкономила зимой на своих овощах. Бананы купила. Я люблю вот такие уже спелые. Кто-то их называет переспелыми. Стоят они у нас 69,90 за килограмм. Здесь на 77 рублей. Также в салатик взяла киви на 27 рублей. Они были по какой-то типу акции. 112 рублей за килограмм. Также в другом магазине я взяла мандарины. И там одна слива я тоже добавлю в салат. Слива у меня вышла на 13 рублей. А мандарины вышли на 75 рублей. Килограмм стоил 150 рублей. Дальше. Купила хлеб, как обычно, 27 рублей. И сегодня захотелось зефира. Хочу вам рассказать. По акции купила вот такой зефир с черной смородиной в шоколадной глазури. Его здесь, конечно, дико мало. 180 грамм. Стоил он 79 рублей. Я хочу вам показать упаковку. Посмотрите, какая прелесть. Я бы лучше, честно, съела больше зефира, чем заплатила за вот такую упаковку. Открываешь. И лежат 6 половинок зефира. Честно, я думала, что здесь их будет хотя бы, я не знаю, ну 8. Потому что я все понимаю, красивая упаковка. Но, опять же, повторюсь, я бы лучше съела больше зефира. Не буду закрывать. Уберу уже эту штучку. Чтобы он здесь стоит красивый. Также купила вот такой суши-рис по акции. Он был 80 рублей. Здесь его катастрофически мало. 250 грамм. Но он действительно очень классно подходит для суши и роллов. Планируем сделать на днях. Рецепт, кстати, у меня есть на канале. И как варить рис, и как делать суши и роллы. Дальше. Взяла макароны. Закончились абсолютно все макароны в доме. 49 рублей вот такая макфа. И 47 рублей вот такая макфа. У меня уже закипает вода. Сейчас буду готовить ужин. Дальше. Соскучилась по сыру. Взяла вот такой натура по акции. Стол он 139 рублей. Здесь его тоже не очень много. Трататушечки. Тата. 150 грамм. Но в целом это был один из самых выгодных вариантов на сегодняшний день. Фрутоняне. Пюре было по акции. 38 рублей. Большая банка яблочная. Вот такое кофе Маккона. У нас есть кофемашина. Мы варим кофе в ней. Уже, наверное, года два не пьем растворимый кофе. Стоило оно по акции 180 рублей, по-моему. Дальше. Купила в отделе все для суши, роллов. Ну, в общем, в японском таком отделчике. Вот такую тайскую яичную лапшу. Здесь 300 грамм. Ни слова по-русски вообще. Но я знаю, что она очень вкусная. Вот. Так это выглядит. А, ну я вас обманула. Лапша удон. 300 грамм. Здесь есть русская марка. Стоило оно всего 75 рублей. Хочу приготовить что-нибудь тайско-китайское, наверное, вкусненькое. Для заправки я беру своих салатиков. Вот такие йогурты. Были по акции. По 39 рублей. Муж взял с клубничкой. Я люблю. Вишню, черешню. Также я для тортов использую очень много растительного масла. У меня сдобные бисквиты. По 49 рублей бутылка. Почему бы и нет? Взяла сразу две. Вот такой абсолютно невкусный соус. Стебель бомбука. Стоил он порядка 60 рублей. Мне вообще не зашел. Похож на какой-то кисель с семечками. Невкусно. А также в акции был вот такой российский шоколад. Горький. Очень его люблю. И с ним работать для тортов. Он прекрасно темперируется. И просто кушать российский один из моих любимых шоколадов. МНДМ взяла мужу. По акции был 24 рубля. Это который с арахисом. Также взяла еще пачку зефира. Обычно расстал он 55 рублей. Здесь получается 6 двойных зефиринок. Вообще в магните есть еще свой очень вкусный зефир. Он упакован в целлофановые обычные пакетики. Он бывает, по-моему, малиновый. И... Господи, забыла. Крем-брюле. Но сегодня его не было. Поэтому взяла вот такой. Вот этот, кстати, тоже мне нравится. Если свежий, то он довольно мягкий и вкусный. Абсолютно не было никакого недорогого сливочного масла. Решила, раз нет никакого, возьму хотя бы вкусное. Вот это вот от Эко Милк мне очень нравится. 82% жирности. Стоило оно 99,90. Ну, грубо говоря, 100 рублей пачка. Вот такой. И, знаете, что интересно? Я не увидела. Сколько в нем грамм? 180 или 200? Ну-ка, 180. А пачка выглядит за счет того, что он длиннее и визуально больше. Ну, сразу покажу бытовую химию. Очень люблю вот такие умывашки. Обычно беру от Нивея двойная с васильковым экстрактом. Но сегодня ее не было, к сожалению. У меня водостойкая тушь, поэтому беру вот такой водостойкий лосьон для снятия водостойкого макияжа в том числе. Двойное масло и сам непосредственно лосьончик стоило 190 рублей по акции. В принципе, цена довольно выгодная. Не вею, я беру по 280. Также яйца Ц1 я уже два отсюда забрала. Стоили 47 рублей всего. Я взяла несколько упаковок, но решила не загромождать стол и поставила всего одну. Цена очень приятная. Из мясного. Сегодня была по акции у нас свиная печень по 122 рубля. Здесь практически килограмм. Просто хотим с мужем пожарить на сковородке и покушать на ужин. Может быть, я творю макарошек. И на фарш, ну и просто для еды, я взяла тоже по акции. Это у нас окорок свиной, без кости, охлажденный. Стоил он 239 рублей за килограмм. Здесь 300, грубо говоря. Стоил он 750 рублей. Здесь у нас будет и на фарш, и на обедные, и мясо по-французски любит мой муж. Поэтому сразу расфасуем на полуфабрикат и заморозим. Вот такая довольно большая закупка у меня получилась. Вышла она мне в практически 4000 рублей. Я все больше хожу по магазинам и просто с ума схожу от этих цен. Потому что зарплаты даже у нас в нефтяном крае особо не растут. А вот цены на продукты такие, как будто мы живем в Арабских Эмиратах. И то это с учетом того, что мы покупаем практически все по акциям и скидкам. Это очень грустно, но ничего не поделать. Спасибо, что посмотрели это видео. Заходите на мой канал, подписывайтесь. Всего вам самого вкусного. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok